привет всем хочу сказать свои две копейки по поводу дела хачатурян так называемого которая сейчас играет из всех утюгов и нагоняют истерию на ровном месте естественно и без выгрызания в детали дела можно догадаться что происходит по большому счету есть некое событие событие обладает собственной некой энергии кинетической и эту энергию группа товарищей хочет разыграть в пользу какой-то своей цели то есть на эмоциональной волне протащить какое-то серьезное решение которое вообще выходит далеко за рамки этого дела конкретного и относится вообще к другой теме короткая версия заинтересованные круги включая феминисток прямым текстом говорят что они хотят под этим соусом дела хачатуряна снова оживить тему о так называемом законе о домашнем насилии и самое главное что и в этом законе их интересует это охранный ордер уже много раз про это говорил снова ссылаюсь ссылку в углу напоминаю что закон о домашнем насилии в таком его виде в своей глубокой мудрости фактически заблокировала чуть ли не лично товарища мизулина и заблокировала по очень простой причине под то определение домашнего насилия который в этом законе дается подходит шлепок ребенка угадайте с трех раз кто чаще шлепает детей что в семье что за пределами семьи вот и все товарищ мизулина сделал выбор из двух зол и очень мудро сделала выбор на мой взгляд но это не значит что охранный ордер не смогут протащить все равно пусть даже в обход этой нормы эту норму проигнорирует охранный ордер могут включить так что нужно не поддаваться на психозы это первое второе что касается лозунга мы сестры хачатурян не надо принимать на себя личную ответственность мы не сестры хачатурян мы не сестры и мы не хочу турян не надо навешивать разборки внутри совершенно закрытого отдельного сообщества которое вообще никакими законами не регулируется нормально не надо принимать специальные нормы чтобы воздействовать на эти узкие субобщества но нормы которые повлияют на все наше общество существенно более разрушительным образом беспредел нельзя поставить предел на беспредел судя потому что пишут в обсуждениях про папу все кому надо все знали кто он что он как он себя вел что он делал там и соседями и с этими дочерьми и там вокруг и чем он занимался вообще это темный лес и даже не нужно в это лезть важно то что у человека были связи и чтобы там ни было любые законы он мог обходить и любой новый закон который будет принят для якобы борьбы с хачатурянами хачатуряны все равно будут обходить русские вани его обходить не смогут против них он будет приниматься хачатурянов он не коснется они как жили в своем закрытом сообществе так и будут жить дальше это второе третье не надо волноваться за то как живет эта замечательная община какие у них жестокие традиционные ценности на одного такого хачатуряна который является исключением приходится 99 других людей у которых просто существенно более традиционная семья чем у всех нас вот и все а это на пальцах означает что мы все вымрем а они останутся может быть не конкретно хачатуряны останутся другие фамилии но они останутся потому что у них традиционная система которая чихать хотела на наши эти все законы они живут вне нашего правового поля решают свои вопросы кому интересно погуглите слово хай тарак комментарии там излишне четвертое давайте проведем мысленный эксперимент предположим в россии происходит очередной футбольный чемпионат приезжают гости из разных стран среди прочего приезжают например пара очень традиционных жителей фиджи и в процессе проживания в какой-нибудь московской гостинице один из них убивает другого и например съедает часть туловища есть варианты как повести себя правосудию вариант 1 очевидный нужно квалифицировать все действия по законам страны в которой все это произошло значит мы делаем обвинение в убийстве обвинение в каннибализме еще в чем-то там а оставшийся в живых гость заявляет примерно следующее что он все сделал в традиции их страны у них так принято их разборки которые нам непонятны что они там между собой решали означали что один другого должен съесть и на родине все поймут вопрос нафига держать этого человека в россии сажать его на пожизненный срок и держать каком-нибудь черном дельфине нафига он тут нужен зачем чтобы что это дорогое развлечение если нужно его изолировать это можно сделать гораздо проще нужно под конвоем доставить его в посольство его родной страны а после этого навсегда запретить пересекать границу россии все вопрос закрыт пусть решают там сами чего хотят по своим каким угодно традициям где и как там его съедят его там похвалят наградят какая разница главное не он не его прямые родственники ни один из них родственники первой линии никогда не должны пересекать территорию страны больше и содружества все вопрос закрыт как избежать гуманитарной так сказать катастрофы и проблемы с сестрами хачатурян тем более что оценки расходятся радикально между родственниками женской стороны с мужской если он правда был криминальным авторитетом получается эти сестры сделали огромную услугу стране потому что они сделали все то что должны были сделать полиция прокуратура суды и так далее которые все на это закрывали глаза из-за его связей а девушки сделали такой подарок стране формально они совершили убийство групповое зачем их за это сажать спрашивается чтобы что опять же рассмотрим другой вариант убитый был в общем нормальным человеком ничего особенного что наверное менее вероятно а теперь встает вопрос как гуманно разобраться с представителями закрытого сообщества этнического они надо с ними разбираться в обоих этих случаях мне этих сестер нужно под конвоем доставить в посольство армении торжественно передать их через границу и вместе с ними передать чемодан со всеми доказательствами которые есть на данный момент и все и запретить пересекать границу россии пожизненно и мы всем родственникам первой линии все вопрос закрыт как они там будут у себя этот вопрос решать какая разница самое тупое что можно сделать на основе этого случая это начать какие-то законы у нас тут принимать по поводу того как эти товарищи себя ведут и это не только к этой конкретной диаспоре относится ко всем кто живет в собственном сообществе они в государстве по его законам а феминистки что феминистки у феминисток детей особо нет вероятность что они будут сидеть за шлепок собственным детям довольно мало они об этом знают они занимаются лоббированием законов совершенно другими целями которые вообще никакого отношения к насилию не имеет так что как обычно когда большой скандал и много эмоций нужно следить за карманами у меня все